Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Продолжаем строить мягкий текстильный домик для говорящей Анжелы. В первой части мы с вами уже успели сделать фасад домика с декоративной крышей, кошачьими статуями и открывающейся дверью. Давайте позвоним в колокольчик. И кто же нас там встретит? Это же наша малышка Анжелочка. Именно для нее я и строю этот мягкий домик из ткани. Во второй части мы перешли к внутреннему оформлению домика. Построили игровую зону на веранде с выходом во внутренний дворик. Также есть козырек от крыши, балконная перегородка, в самой комнате мягкое ковровое покрытие, знакомые из игры элементы компьютер и пуфик. Они на липучке, их можно отстегнуть, поменять местами как нравится. Яркий коврик, на котором малышка может прыгать и играть. Также она является коллекционером наклеек, поэтому мы еще успели сделать вот такой мягкий альбомчик для коллекционирования. Ссылочки на обе части вы сможете найти в описании под этим видео. Сегодня мы с вами будем делать спальню. Разместим кровать, сошьем постельное белье, сделаем шкаф и заполним его одеждой для нашей малышки. Я надеюсь, что вам понравится. Оставайтесь со мной. Для спальни я буду использовать квадратную основу, не фасад, которую сейчас сразу закрою основным фоном, для которого я выбрала вот такой ситец с мелким принтом цветочек. Все четыре края скалываю булавочками, переворачиваю и срезаю лишнюю ткань. В этом домике будет такая же по стилю кровать, которую мы с вами уже когда-то делали, но для нашей кукольной Анжелочки. Основа той кровати была из картона, эту же кровать мы будем делать из фетра. Разбиваю шаблон кровати на запчасти. Каркас кровати обвожу на желтом фетре с помощью ручки. Готово. Вставочка в изголовье кровати будет сиреневой. А матрасик будет вот такой мягенький из желтого флиса. Переворачиваю все детальки на изнаночную сторону и сейчас соберем кровать с помощью клея. Сначала беру изголовье, наношу на лицевую сторону по краям, совсем немножечко, чтобы клей не мешал потом шить на машинке. И вклеиваю вот сюда. Теперь беру матрасик, также изнаночной стороной, лицевой к низу, вот так, также приклеиваю за уголочки. Переворачиваю кровать на лицевую сторону и пришиваю к основному фону по краю. И вот, что у меня получилось. Вот так это смотрится с изнаночной стороны. Теперь будем украшать изголовье. Снимаю булавочки. Из трех видов фетра я вырезала маленькие элементы, которые сейчас приклею к изголовью при помощи горячего клея. Сразу сошьем постельное белье, подушку и одеяло. Для этого я буду использовать вот такой трикотаж. Складываю ткань пополам, изнанкой кверху, укладываю оба шаблона и обвожу при помощи ручки. Убираю шаблоны, сразу скалываю булавочкой. Подушечка у меня будет на липучке, поэтому одну часть нужно пришить сразу с лицевой стороны вот сюда. Вот так. А теперь зашиваю подушечку. Иду вот с этого места. Оставляю дырочку и так же поступаю с пододеяльником. Оставляю отверстие. Готово. Вырезаю по контуру. Через образовавшееся отверстие выворачиваю подушечку и пододеяльник на лицевую сторону. С помощью утюга проглажу обе заготовки. Подушку слегка набиваю синтепоном. Такой толщины будет вполне достаточно. Теперь подворачиваю края в серединку и зашиваю соединительным швом. Подушечка полностью закончена. Теперь нам нужно пришить вторую часть липучки к кровати. Вот сюда. Липучка на месте. Теперь мы можем прикладывать подушечку, снимать, когда нам будет нужно. Возвращаясь к одеялу, я вставила в серединку картон и с помощью акриловых красок рисую принт в виде сердечек. Вот такой у меня получился рисуночек. Теперь нужно оставить одеяльце, чтобы краска полностью высохла. Краска высохла. Краска высохла. Вытаскиваю картон. Здесь можно уже даже не зашивать. Укладываю малышку. Укрываю ее. Беру быльца. И пришиваю их вот таким образом. Обязательно проверяю, чтобы одеяльце было ниже ножек. Кроватка закончена. Вот эти швы держат одеяльце. Оно не падает. Давайте нашу малышку уложим в кроватку. И укроем. Очень уютненько. Переходим к шкафчику. Я продублировала выкройку. И сейчас ее тоже обведу на желтом фетре. Под заготовку подкладываю досточку. И с помощью канцелярского ножа начинаю вырезать дверцы. Сразу переворачиваю шкафчик на лицевую сторону. И разбираю на запчасти. Дверцы сделаем комбинированные. Я вырезала две вот такие вставочки. И сейчас с помощью горячего клея немножечко нанесу на серединку. И зафиксирую с краю. И вторую. Также. Сразу сделаем с двух сторон петли. Для этого я беру вот такую тесьму. Ее ширина 1 сантиметр. Отрезаю 4 кусочка. Все кончики обрабатываю огнем. Приклеиваю к краям. Вот так подальше. Чтобы они не мешали мне потом шить на машинке. Вот такой результат. Теперь прикладываю обе дверцы. Еще на один кусочек желтого фетра. И пришиваю по краю. Готово. Серединку пока не пришиваем. Вырезаем двери. Собираю шкафчик в одно целое при помощи булавочек. И сейчас нужно сделать липкую подложку, на которую мы будем крепить наши платьица. Для этого я буду использовать велкраткань. Она у меня на клеевой основе. То есть снизу снимается бумажечка и можно приклеивать. По сути это мягкая сторона липучки. То же самое. Посмотрите как ведет себя крупная липучка на этой ткани. Она прилипает. Так что если у вас нет велкраткани, используйте мягкую липучку. Вырезаю из велкраткани прямоугольник по размеру чуть меньше, чем наш шкафчик. Освобождаю липкий слой. И приклеиваю чуть выше кроватки. Вот так. По лутке срезаю лишнюю ленту. Обязательно оплавляю края. Прикладываю шкафчик. Сверху на велкраткань впритык к кровати. И прошиваю по лутке. Вот такой получился шкафчик. Теперь он может открываться и закрываться. Самое время подумать про застежку. Для этого я буду использовать тоненькую розовую резиночку. Складываю ее пополам. Подсовываю под сиреневую планочку. И пришиваю саму планку. Только делать это нужно не на основе, а вот так. Планочки тоже пришиты. И на месте застежки я пришлась несколько раз туда-сюда. За верхний слой фетра пришиваю пуговки на ножки. Это будут наши ручки. Ручки пришиты. С обратной стороны на дверцах все остается чистеньким. Теперь мы можем на шкафчик закрывать на замочек, чтобы оттуда ничего не вываливалось. Чтобы наша спальня была повеселее, я распечатала на фетре вот такие элементы. Это картина с Томом, светильник и любимые игрушечки Мишка и Зайка. Картину и светильник я буду делать на липучке. Поэтому я прикладываю сначала картину к белому фетру. Вырезаю такой же кусочек. И с обратной стороны нужно пришить липучку. Ее любую часть, ну допустим твердую. Также поступаю и со светильничком. Пришиваю липучку. Теперь прикладываю вторую часть вот так. И прошиваю по контуру. Готово. И вот такой яркий декорчик у меня получился. Вторую часть липучек я пришила на основу. И сейчас все будем расставлять по местам. Торшерчик, картина. Посерединке в цвет шкафчика и изголовья я приклею сразу вот такое сиреневое сердечко. Мишку и Зайчика я не стала делать на липучке. Они будут просто как игрушечки, чтобы малышке можно было положить их в кроватку. Кстати, давайте все вернем на место. Подушечка, кошечка. Я их убирала, чтобы мне было легче шить. Мишка. А Зайчика давайте поставим рядом с картиной. Переходим к гардеробу. И сначала сделаем для нашей малышки памперсы. Я специально оставила вот это белое место, которое мы сейчас должны заклеить липкой частью. На вилкраткани, точнее на ее бумажной основе, нарисовала памперс в зеркальном отражении. Теперь снимаю этот слой бумажный и приклеиваю новый липкий памперс на его законное место. Вот сюда. Он, конечно же, держится, слой липкий, но не настолько, чтобы липучка его не оторвала. Поэтому сейчас по контуру я еще прошью на машинке. Основа пришита. Теперь она от нас точно никуда не денется. На ощупь она очень мягенькая и приятная. Оформляем памперсы так же, как и декор. Для этого я вырезала такую же по размеру полоску белого фетра, на которую сейчас с обратной стороны пришью полоску липучки. Это у нас твердая часть, так как мягкая часть на основе. Пришиваю сразу полосочку на три памперса. Прикладываю полосочку липучкой к обратной стороне. Каждый памперс отдельно обшиваю, а потом вырезаю. И вот три наших памперса красавчика. Сзади есть липучка на каждом. Все края обязательно нужно обработать огнем. Давайте примерять. Сначала синий, под цвет глаз. Теперь зеленый для разнообразия. И розовый. Розовый мне нравится больше всех, так как это все-таки у нас девочка. Памперсы это, конечно, хорошо, даже несмотря на то, что они разноцветные. Наша малышка гламурная девочка, поэтому для нее я специально распечатала еще вот такой гардероб. Все эти наряды вам хорошо известны по игре. И так как мы сегодня делаем спальню, очень, кстати, будет и пижамка. Все наряды уже также готовы. Сзади я пришила липучку. И давайте будем их примерять. Сначала снимем памперс и наденем клубничное платьице. Очень миленько. Так, теперь спортивный костюмчик. Вот такой инопланетянский наряд. И, наконец, пижамка. Давайте перенесем весь гардероб в шкафчик. На верхнюю полочку разместим памперсы, а чуть ниже платьица. И костюмчики. Сюда можно было бы разместить нашу пижамку. Но я ее хочу надеть на кошечку, чтобы в ней уложить кошечку спать. Здесь нужно с первого раза приноровиться, чтобы все было ровненько. Закрываем шкафчик. Укладываем нашу Анжелочку. Даем ей мишку. Чуть выше. И пожелаем ей спокойной ночи. Это и все, что я хотела вам сегодня показать. Наша спальня готова. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Не забудьте ставить лайки. Мне будет очень приятно. Не забудь подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok